Пау, хей, йоу, ребят, сегодня мы будем снимать реакцию на Литвина, пролетел над жерном вулкана, снова сломал плечо, ну блин, интересный видосик получится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, кстати, у меня появилась вкладочка спонсорства, поэтому если хотите спонсировать мой контент, переходите ниже, вы там увидите такую вкладочку спонсорства, нажимаете и спонсируете. Ну что ж, берите чипсики, печеньки, кофе, чаёчек и мы погнали смотреть. Ну, Сёмка, Сёмка уже прикольная, мне нравится. Сёмка вообще чёткая. Ну разве у нас всё всегда идёт по плану? Нет, никогда. Аааа, это у нас всё... Капец. Можно аварийную посадку в районе КВЦ, везём травмированного человека, скоро вызовут район КВЦ. КАРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО. ИНЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ. Это получается, тогда Клава сломала себе плечо, и он решил повторить её судьбу, типа? Ну прикольный видосик, давайте, ребят, смотреть. Ой, бля! Вы, наверное, спросите, чего я, блядь, по огороду шляюсь, блядь? Огурцы выдрачиваю всякие, нахуй, вылавливаю, блядь, подсолнухи. Короче, дорогие друзья, я вас всех приветствую на канале Литвин. Пора бы нормально поздороваться. Я бы хотел вам объявить то, что я сейчас нахожусь на краю света, А именно, именно на конч... Вообще, вообще, прям не ошибся. Я вам хочу объявить то, что я нахожусь на краю света, а именно, блядь, того места, куда, ну, многие люди вообще нашей планеты только мечтают просто попасть. Дорогие друзья, мы на Камчатке. Ну, не знаю, я никогда не мечтал. Ебать, ебать, братан, вот это вид, нахуй, вот это солидно. Ну, прикольно. Бля, мы сейчас будем всю концепцию, да, расскажем? Давай хули сейчас расскажем, поебать, что тянуть. Ну, типа, да, тут никаких сигаретов нету, брат. Я просто, брат, позавчера был в Дубае, понял, сегодня на Камчатке, нахуй. Ой, бля, это кто, нахуй? Ой, бля, здравствуйте. Добрый вечер, мы не ждали, нахуй. Ну, шутки у него какие-то пердёжки. Сейчас, погоди. Ой, бля. Проветрю, подписчик. Сейчас чуть рассеем, нахуй. Стой, меня видно уже? Нет. Что я хочу сделать? А где Литвин? Вот мы все привыкли видеть, да, как там, ну, лыжники, сноубордисты скатываются по горке, да? На самом деле, даже в наше время уже обычное дело скатываться по вулкану. Ну, типа, просто пацанов реально закидывают, типа, на вертолётах, на вулкан, и они скатываются по неизведанным трассам, по пухляку, понял, кайфуют. А, ну, нормальный так, это вообще вполне безопасно, типа, идут там на вулкан и скатываются, там где-то дыра упали, умерли, да. А, опасно, но я выбираю третий ранг. Первый ранг, это просто скатываться, да, по горке, по раскатанным трассам. Ну, если вот так, да, берем по нашей шкале. Второй ранг, это просто, когда тебя уже подкидывают куда-то, понял, на вертике. Сегодня будет третий, братан, ранг. Вот я тебе просто зуб, нахуй, на отсечение сейчас даю, я вот так вставлю на борт, и буду катиться вверх по горе. И вы, наверное, сейчас скажете, типа, ну... Вверх по горе на вертолёте? Чего? В смысле? За снежек он тебя в гору будет тащить, или там, я не знаю, за какой-нибудь... Вверх, просто... Вот джип, блядь, за мотокросс, блядь, за велосип... Законы физики такие. До свидания. Бед, нахуй, за скейтборд, блядь, нихуя подобного, дорогие друзья. Мы просто сегодня прицепляемся к вертолёту, ебать. Мы просто вот так будем сегодня на Чиле хуярить за вертолётом. Там вертолёт, обычное дело. И всё бы ничего, но вот чтобы вся эта идея была полностью завершена, и я был полностью доволен всем, вообще, нашим видосом и нашим приездом на Камчатку, я хочу, брат, пролететь. Вот я ебашу в гору. То есть вертолёт меня тащит в гору. И мы подбираемся к самому пику горы. Ну, не горы, а вулкана. Пролететь над вулканом. И я... Ну всё, Литвин, прощай. Вылетаю. Я так понял, это твоё последнее видео, поэтому... Ну, жаль тебя. Пролетаю над жерлом вулкана. Да ну. Да я тебе клянусь, братан. Но не факт, короче, что это сегодня получится. Не факт, что получится. Давайте, давайте, давайте так. Ну, тогда я выключаю этот видос, потому что я его смотрю из-за вот этого названия. А так, какая-то хрень. Смотрите, если вы сейчас смотрите этот видос, полюбасы нахуй. Вот просто по-любому что-то интересное из этого вышло. Железно нахуй. Пускай даже... А значит, он сломал плечо. Ну, какая-то хрень. Давайте выключаем, ребят. И перепрыгнул, возможно, через жерло вулкана. Почему я, почему, возможно, не перепрыгну? Не потому, что я забоюсь, а потому, что мы попытаемся сегодня договориться с пилотом это сделать. Сейчас мы ждём от альфинистов по страховке ответ. Я тебе не обещаю, потому что с пилотом, ну, как бы сложно. Такого пилота, ну, кто согласится это делать, вообще, в принципе, не было. Согласен, это очень опасно для пилота. Если он упадёт, пилот такой... Да здравствуй, тюрма. На сотню лет. И один чувак такой, типа, ну, давай. У нас эта идея просто образовалась в процессе того, когда мы придумали, в принципе, идею подняться в гору, как раз таки, чтобы меня тянул вертолёт туда в гору. Я когда эту идею рассказывал, все мои близкие, все мои родные, все были против этой идеи. Но я могу так сказать... А почему же? Блин, даже не знаю. Почему? Ну, давайте все... Ну, почему? Давайте все вместе подумаем. Не знаю. Сказать, нахуй, то, что... Все, что мы, блядь, задумывали, все у нас всегда получалось. Как говорил Аль Капоны, нахуй. А? Я не убиваю мой братишка, нахуй! Бля, я хуй знает, Аль Капоны не Аль Капоны, я так говорил, ну, красиво звучит пиздец. А я, в смысле, ну, все, типа, я так же хочу объявить, что мы немедленно... А когда они идут? Вот фулкана. Мы просто, вот сейчас, мы прилетели с самолета, и мы уже ебашим прямо сейчас на вулкан. И мы не спали. А нам поебать, нам нахуй спать, братан. Дом для слабаков. Спать. Да спать. Да это что такое? Это какое-то ненужное. Родни. Ну, монтаж их прикольный. Первый день. А будет что, второй еще? Ну, так скучно. Давайте, ребят, выходим. Чтобы добраться до Камчатки, нам пришлось пролететь над всей Россией целых 9 часов. И время в соотношении с Москвой здесь плюс 9 часов. А это значит, когда на Камчатке 9 утра, в Москве глухая ночь. 9 часов. Просто пролететь 9 часов. Не, ну, это жестко. Ну, да. О-о-о. Ну, что за тема, братан? Вау. Я понял, мы еще не рассказали, что за видосы. У нас уже тут экран на столе, бать. Нас встречают. Понял? Он говорит, ну, просто, нахуй. Не президент, но двигаюсь, нахуй, так же, нахуй. Понял? Сам, сам так поставил стол, сам накрыл такой. Ну, смотрите, она встречает. Наш план был снять видео за один день, хоть и в запасе мы закладывали 3 дня. Но Камчатка настолько непредсказуемое место, что погода тут может поменяться в одно мгновение, и все наши планы могут оборваться. Но сегодня светит солнце, такие шансы нельзя упускать. Мы приехали на вертолетную площадку, чтобы сразу запрыгнуть в вертушку и полететь до вулкана. Это Олег, наш пилот. И только он из всех пилотов Камчатки подписался на это безумие. Сейчас вертушка заведется. Серьезно? Так он будет пролетать? Или он просто сломит плечо и все, видос дальше не пойдет. И полетим вот на том ебашить будем. Видишь, вот откуда дым ебашит? Да. Вот на нем будем еще эти хуярить. Крутая идея, просто четкая. Кстати, есть еще одна четкая идея. Ты держишься за тонкую мутузку, кто-то режет, и ты пролетаешь над вулканом. Вообще четкая идея, безопасная. Нет, я думаю, что, ну, для тебя она прям вообще, типа, бомба. Уже давно нет какой-то неуверенности. Я даже не говорю о каких-либо страхах. Можно вообще за шнур там вот, ну, допустим, вот такой шнурочек. Такой шнурочек. Ты так берешь, держишься и пролетаешь над вулканом. Вообще четкая идея. Есть только цели, каждый раз она одна. Или за картонку какую-то держишься. И пролетаешь. Вообще. И положить в мой невидимый рюкзак очередной легендарный видос. Вау, ну, прикольно. Как это? Да, ебать красиво, брат. Очень охуенно, очень. Нам вообще нужно... Короче, бомбы у видосных. В любом случае нам нужно добиться... Просто как он кепку надел. Возможно, чтобы это было быстро, чтобы это было экстремально, в любом случае. Прикиньте, оператор такой снимает, как он пролетает над вот этим жерлом вулкана и такой... Ой, камеру не включил. И только ли вообще вот эта нам локация доступна? Да, еще. Ну, я не знаю, придумать... Там, я вообще думал, что... Какой-нибудь, например, если организовать страховку, чтобы вообще меня на вертике, если поднять. Поднять? Да. По сути же, это же не опасно. Ну, вот так, если объективно. Ну, хрен его знает. Не опасно, ну, как бы, я считаю, что мы его нахрен... Вообще не... Мы подвязывали меня на стуле уже, на стуле. То есть летали вот так. А такое было? Я не видел. В смысле? Таким образом. Все хорошо было. Сейчас особо не ветрено. На стуле не видел. Кого-то видел скотчем приматывали. Это мы тоже были. Вообще четко. А, это они тоже были скотчем? Скотчем приматывали. Это видел, да. Вам прикольно, видишь, а в Росавиация потом... Человека, да, который возил, если не дай бог, там его номера, там все пипец, могут лишить прав нахер. А у вас вертолет на какую максимальную высоту сможет подняться? Выше этого вулкана может подняться? Нет. И что думаете, меня над жерлом нельзя протащить? Это высоко. То, чего мы боялись всей команды... Жаль, ну все, я выхожу, ребят. Это какой-то скучный видос вообще. Да и то и случилось. Наш пилот максимально не хотел пролетать над активным вулканом, и к нему, в принципе, никаких претензий нет, его можно понять, это опасно для жизни. Да и вертолет его может подняться... Какой в жизни? Ему вообще плевать на тебя. Типа, даже если там ты упадешь, то ему будет плевать, но он сядет в тюрьму. Он за свою жизнь волнуется. Максимум на 3 километра в высоту. Но разве можем мы просто так уехать без охуенного видоса? Так, это мы зачем сейчас одеваем? Это мы одеваем, чтобы на всякий случай, если будет вдруг лавина, чтобы я тебя нашел. Понял. Если ты там где-то в СНИУ умрешь... Типа, буду по GPS-навигатору отслеживаться? Конечно. Я думаю, вы пока можете то оцеплять этот, как его, сам канат. Знаете, как хотим тогда сделать? Пока будем вступительный делать просто проездку, чтобы я просто стоял на борде, вы со стороны, со спины летите, С моего ракурса, получается, пролетаете, и я цепляюсь, и едем. Это же пизда, брат. Согласен. Но интереснее было бы вот это название. Так, я знаю, что на ютубе появилась жалоба, когда видос не соответствует названию. Лёп, это просто будет разъёбки, ебаный, блядь. Мы ебашим. И здесь он плечо сломает. Ну, съёмка мне нравится, монтаж тоже чёт. Получается, воробэл, уродник въебает. Ты посмотри на эту красоту нах! Итак, дамы и господа, Леви и джентльмены, работа пошла, у нас идут охуенные кадры, но помимо того, что это должен был быть ролик на ютуб, который вы сейчас, в принципе, и смотрите, это ещё должен был быть ролик в инстаграм с крутыми выборочными ракурсами, разными локациями и, соответственно, с полётом очень круто выглядит на сноуборде, прицепленным за вертолёт. Но Олега было не сдвинуть. Он стоял на своём и был готов тащить меня в гору без каких-либо полётов на сноуборде. Я понял, что он их так и не потащит, потому что если бы он потащил их, лицо было бы замазано. Но спустя несколько часов плодотворных разговоров нам удалось уговорить Олега на нашу безумную идею, а именно полёт над жерлом вулкана. Но снять этот... Что, серьёзно? Дичь мы сегодня не решились, и мы взяли паузу до следующего дня. А пока время ехать отдыхать и набирать... Тогда видосик интересный. Ставлю лайк. ...сосилу. Эти мысли о том, что завтра за день, они блаженны. Вау, мне нравится, кстати. Уже нравится. Да ну нахуй! Ты посмотри на это. Вот это Камазик нахуй. Ну, Саназик. Тачка вообще крутая. Вроде простенькая такая. Ну, именно по виду. Ну, вау. Мне нравится, кстати. Еще шею сломай и нам контента не дашь. Я не понял. Веди себя осторожнее. Мы хочем посмотреть, как ты над жерлом вулкана пролетишь. Пойдешь в него и сломай себе вот эту плечо, кручицу. А, плечо, да. Ну, кстати, прикольный видос для Литвина. Короче, пусть он оденется в огне непроницаемую одежду и прыгнет в лаву. Прикольно было бы, правда? Ну, типа, вообще найс. День X настал. Мы взлетаем. Чё, лень 3? Это должно стать историей. Вау, как будто. Контажик, сошел. Вообще, что ли? Ну, как я видел, тросик для запаса. Вроде, в руках. Если бы мы его брали у китайцев, не очень. Вау, как красиво вообще. Смотрим, что ли? Просто... Вот, будто ГТА какой-то. На базу, нахуй. Аккуратно на снежиках двигаемся. Я чё хотел сказать, то, что... Ну, он вроде же... Библикерской компанией в РФ и по совместительству спонсора таких грандов, как ФК Локомотив, ЦСКА, сборная России. Сейчас действует... Вау, как красиво, как красиво. Вау! 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 Всё так нравится. Вау! Хочет, еслио, всего, etc. Вау! Хочет, видно, что он очень нравится. А что? Ёбаный в рот, нахуй Да ёбаный ты в рот, блядь Не, это разве уровень, блядь Ни гондолки, ни бугели, ни кабинок, нахуй Не, так, как вообще жить, вообще? Ну это же невозможно, блядь, это не уровень, нахуй Я вынужден приходить к ранним мерам И подрубать Литвин Турбо, нахуй Литвин Турбо Левел, нахуй Ну очень красиво Очень красиво Он здесь, наверное, и сломает Эту плечо Что-то плутаю с ключом Просто, это капец Как? Как можно так упасть и сломать тебе плечо? Справляй корабль, блядь! Справляй! Во-первых, это другое плечо А блин, это капец, это очень больно Как? Как? Я просто, он вроде легко упал, вроде вся нагрузка на вот эту руку была, а не на вот эту Думаю, что плечо сразу вылетело, успеваю ухватиться за трос, и он выдергивает мое плечо нахуй А, да, наверное, это Боль была адской Груз, нужен груз Держи, смотри, ты должен свесить руку выше, забирайся выше Да почему она не встает, и, блядь, можешь вправить, нахуй Возьми в руку, возьми Блин, это очень больно, сейчас будет Пожалуйста, блядь, сильнее, бра Давай Под плечо, ебаш Ебаш, под плечо Капец Что я за видос смотрю? Тихо Не надо дергать, ты просто плотнее, сильнее, делай постепенно, постепенно Давай, брат Нет, лучше дернуть, чтобы перетерпеть Давай, верим, нахуй, сейчас встанет На протяжении 15 минут мы перебирали разных вариаций того, как можно вправить плечо на место, но уже дезморалило от того, что ни один из вариантов не помогал, даже Саня весом в 70 килограмм повис на плече, но даже это было безуспешно Стой, 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 стой Брат, ну посмотри ко мне, хуйня торчит Да завали, блядь, корабль, и, блядь, тысячу раз такое было, братан, хуй ли ты нахуй? А, за капец Стой нахуй Витя предложил последний вариант, который ему пришел на ум Не надо резко, давай потихоньку начинай вытягивать Это капец Прикиньте, если сейчас руку просто вытянет Растянет А, бле, вы увидели просто Это жестко, ребят ААААААААААА Спасибо, спасибо тебе большое Охренеть Встань с неё, встань, нахуй и лёгай А вертолёт такой Так я ни при чём Уезжай Левая, сука Я только правую, бляй, брат, оперировал Нахуй у меня левая вылетела По-братски Витёк Витя, сука Я, блядь, твой рот ебал Ай, блядь Дай чмок, на тебя в щёку Спасибо, брат Блядь Как она, сука, туго встала, братан, это пиздец Чё, давай нахуй круг, пацаны, ебашим Нет, пацаны, у нас съёмки закончились Я думаю, все прекрасно понимают И мне нужно оперировать Я понимаю, это очень жёстко было Ебать тебе второе плечо Ебами в рот, блядь Ну нахуй оно надо всё это, блядь, а? Бля, походу мне тебе реально только стримером становиться Ебал я в рот этот экстремальный контент Это пиздец, блядь Вы знаете, вот когда плечо вылетает И вот в момент, когда оно, типа, вот у тебя, ну вот в ебаном состоянии, вот оно вылетело, да? И вот оно в этом состоянии находится Ебать Ты хочешь просто, вот, знаешь Вот ты не хочешь ничего больше в этой жизни, кроме того, чтобы оно вот встало, ебать, на место И когда оно встаёт, ты думаешь, ебать Как хорошо на свете жить, блядь Понял? В моменте ты думаешь, ебать Всё остальное хуйня Вот я тебе говорю, сразу задумываешься о том, что, ебать Бабки Эти проблемы Те, нахуй Ну, типа, в отношениях, слава богу, нет проблем Но там отношения, там Какие-то вообще мелочи Ебать, брат, по сравнению со здоровьем Это такая всё хуйня Просто обнуляешься Просто обнуляешься в моменте, блядь Думаешь, сука Вот когда ты целый Тогда вот нужно, блядь, быть счастливым У меня на правом плече была ровно такая же травма Вот У меня шрам, короче Там сейчас шурупы титановые стоят Два шурупа титановых И держат, короче Или три шурупа Я не помню Ну, не важно, не суть, блядь Просто сам факт, что Блядь, только залечил Понял, блядь, одну руку Сейчас ещё Левую нужно Да, это левая Я клянусь, подумал, что это, блядь, кликбейт сначала Я не поверил, блядь Я думал, он орёт, что, типа, блин Почтите Я ему руку, блядь, зацепил, нахуй Сначала Обычную, блядь Не, я чисто нападение её сразу вывихнул Сразу нападение я её вывихнул Нападение, да Но это очень жёстко Но всё же снято Пиздец Прикиньте, если бы не сняли просто Вот так палец поставил возле камеры И не снял ничего Это было бы капец Миша в порядке, Миша, скажите Да, привезите мне мою малую Сука, почему не надели на него эту защиту На плечо Да другое плечо, блядь, вылетело Здоровое плечо вылетело Нужно ещё одну операцию теперь делать Просто два плеча сделать Если новое плечо вылетело, дай Это не прикол, я надеюсь Прикол, прикол, да вообще прикол Сука Тебе надо просто, я не знаю Я в церковь надо посадить на один месяц Я не понимаю Буду делать, поехали на базу Будем, блядь, чилить, нахуй Хочешь на море Просто на море Плечо, пизда, дорогие друзья Ну о каком плече может идти речь Когда ты летишь на вертолёте А под тобой бежит медведь Настоящий, нахуй Вау Вау, прикольно Прикольно, очень круто Бля, я так понял Контента не получилось С вот этим жерлом вулкана Как я и знал Что не получится Прикольный видос получился Мне нравится такой позитивный Позитивненький Не очень позитивненький Понял, брат, понимание того, что вот это всё происходит в России Ну как происходит Стоит, находится Это, короче, то, что это Россия Это греет душу, короче И я был во многих местах В Европе В Азии Понял, везде очень красиво Но В Азии, да Когда ты чувствуешь родную вот эту матушку Понял, в которой ты родился Это охуенно, короче И похуй на это вылетенное плечо, брат Вообще поебать Да вообще, да Вообще Плечим, зашьём наху шурупы Вставим, блядь Поедем Ох, ебашь, волнишка неплохая пошла Вот это Нихуя, сари, брат Как приблизилось Нормально Короче Даже вот эти, понял Душистые, душистые звуки волн Понял, они родные Они нашинские Мы приехали Мы не реализовали то, что мы хотели Но Судьба нам подкинула Новые испытания Ну, прикольно бы получилось Блядь, мне нужно, значит, залечиться Более серьёзно к этому подготовиться Возможно, какие-то, да Блядь, стратегии взять Поменять И мы всё равно Рано или поздно это реализуем А так, честно говоря Ещё завершение видосов В столь таких красивых местах Я ещё не записывал По-моему Ну, прикольно получилось Короче, дорогие друзья Да, очень красиво Дорогие мои товарищи Хочу сказать то, что В очередной раз хочу вас поблагодарить То, что вы на меня подписаны То, что смотрите И Ну, блядь, понимаете Это межпланетарный уровень Который, блядь, уже, ну, завёлся И не собирается останавливаться Мы просто встали на эти рельсы Ебать И конечной точки на данный момент Мы точно не видим Мы будем разъёбывать дальше И похую на всё, что вообще с нами происходит Потом Ну, вы Выпринеть Ещё что-то Просто будем топить Мы преданность В старости Такой вещь в шурупах Так, рука Железная такая И вся Половину тела Железная Твоему делу, блядь И по сей день Я могу сказать то, что Мы с каждым разом Всё завышаем и завышаем планку Ну, да, кстати Я не знаю, что будет дальше Потолка не будет, брат Потолка не будет, брат Поверь мне, нахуй Потолка не будет Есть идеи Но, блядь, понял Лучше, как говорится Счастье любит тишину Вот Это счастье ещё не наступило А счастье для меня Это реализованный контент Поэтому, чтобы, блядь Реализованный контент был Лучше я понял Мои зубы сделаны В таких тайных полках Это поддержать Все эти идеи Поэтому, на этой ноте Не скажу, что нахуёвый Не скажу, что нахуёвый Мы живы, брат Знаете, у меня такое чувство Будто звук наложен Мне так кажется, что это просто Он говорит У него рот так идёт Но звук Немножко так остаёт Это, наверное, так камера А значит, любим Мы любим Значит, живём на Понимаешь, какая хуйня? Вот так Дорогие друзья У нас почти 10 миллионов подписчиков Если вам не сложно Подпишитесь на канал И давайте добьём Эту мощнейшую цифру А нас, ребятки Пуще что? 50 тысяч подписчиков Поэтому подписывайтесь Добьём мы уже Наконец-то 50к И до лета Я надеюсь, что добьём 100к Ещё телега есть Там очень много розыгрышей проходит И разные смешные моменты И жизни там тоже публикую Поэтому если кайф Залетай туда тоже Очень красиво Очень красиво Мне нравится Я бы не советовал Пить эту вону Ебучая А вот по Людвигу Ебать вопросы Понял С ним ещё беседу не проводили Но я думаю, дойдёт до этого Если понял Ну, с первого раза уже не понял Дальше не поймёт Понял Люди, они не меняются Нахуй Понял То есть подписка Если западло для человека Ну, как бы разговоров Как бы и не может Других быть Ебать Все деньги будут идти На улучшение контента Нас пущит Что 50 тысяч Давайте, ребят Добьём уже Эту цифру Нажмите просто На подписочку Ну что ж Всем Хорошего настроения Ещё увидимся На следующей реакции Всем Пока Не скучайте Субтитры сделал DimaTorzok